В уголе сегодня на Гомельсине одночасово истнулись некакие объединения у инвалидов по слыху, по взроку, инвалиду-спинальнику, а либо да и самая массовая Гомельская областная организация Белорусского товариства инвалидов и на объедновые больше 6500 человек. Местовые структуры областной организации инвалидов зараз истнуюлись практически во всех районах в области, за выключением Чачерского, Кармянского и Петриковского. Правда и тут створить их плануется в ближайший час, хоть объединение людей с обижеванными махчимостями не одна задача. Праца уладкования у инвалидов сегодня так само надается значная увага. У нас 4 предприятия. Это Швец, Рубин, Стимул Плюс и Спаситель. Стимул Плюс, Спаситель и Швец, они выпускают, ну, у них швейное производство. Предприятие Рубин, он занимается ремонтостроительными работами, перемоткой двигателей и дроблением отходов пластмассы. В Гомельском унитарном предприятии Швец сегодня працуются около 280 человек, 170 таких инвалидов. Узроблены тут спецадения, опрануты работники Гомсельмаша и Бавруск Агромаша, Витебского дома бытовнического комбината и Гомельэнерго. А прочатоку некакие десятки инвалидов працуются непосредственно по месту жихарства, яны вырабляют даже рукавицы, например. У администрации предприятия кажутся, что продукционность працы у инвалидов не такая высокая, как у здоровых людей. А яны так само сдольны приносить корысть громадству. Они такие же, как и мы с вами, они просто немножечко отличаются. Но когда они приходят в коллектив, им проще, кому-то труднее, кому-то сложнее. Но они адаптируются и работают. Подаденных областного комитета поправца занятости и социальной обороне только для набытя сродков реабилитации для инвалидов. Все это с бюджету накировано 16 миллиардов рублей. Хоть допомогу сегодня оказывают не только державные структуры. На передаде Дня инвалидов на Гомишине стартовала акция от «Чистого сердца-2». В ее рамках планируется организовать сбор подарунков для молодых инвалидов, которые проживают на территории в области. Сервит организаторов, выконавшие комитеты, телерадиокомпания «Гомель», областная организация «Червоного крыжа» и союза «Жанчин», Гомельская епархия Белорусской православной церквы и областный комитет поправца занятости и социальной обороне. Протягнется акция до 13-го студеня наступного года. Вот этой акцией не только оказываем помощь и содействие в улучшении, скажу так, каких-то бытовых условий, психологическая какая-то поддержка. А плюс ко всему, на мой взгляд, это основное то, что мы показываем обществу, то, что у нас есть и эта категория людей. Просто судьба у них так сложилась. И однозначно сегодня я говорю о том, что наши люди уже к этим вопросам очень относятся по-доброму, по-нормальному и с сопереживанием к этой категории. Алексей Нчуров, Йоген Макеенко, Таля Радо Компания Гомель.